Девушки отдыхают Это Клавдия Ивановна Антипина. Я сейчас догоняю ее возраст, я начинаю ее острее понимать. Она распорядилась своей жизнью, родившись в начале века. В 1904 год родилась Клавдия Ивановна, удивительный человечек, который потом по жизни будет разворачивать свою деятельность яркую, результативную. Она закончила Московский университет, антропологический факультет. Она избрала его и очень, так сказать, соответствовала своим мечтам, своим ожиданиям от себя, что это такое, что такое человек, кто мы такие. И, конечно, она была блестящей студенткой, судя по тому, какие исследования она проводила у нас в Кыргызстане. А вообще, Клавдия Ивановна, это ученый с большой буквы, плюс потрясающий человек, приехавший к нам в Кыргызстан в далеком 1937 году, когда ее супруг был арестован как враг народа, а она выслана с маленьким сыном. Она сразу, когда приехала в Кыргызстан, столкнулась совершенно с другими людьми, с другим народом. И, как ни странно, при всех тяготах ее существования первое время здесь, в Кыргызстане, в городе Фрунзе, она так полюбила Кыргызов. И вот тогда она мне рассказывала, какое у нее было прекрасное детство, какая была замечательная юность, когда она встретила своего супруга, как они были счастливы, как они прекрасно жили, какими они были активными. Она показывала свои фотографии, рассказывала. И, вы знаете, я смотрела, да, это была действительно такая, знаете, очень хорошая интеллектуальная семья, где чувствовала большой энтузиазм, желание жизни и стремление делать эту жизнь лучше в своей профессиональной работе и так далее. Она любила людей. Она любила на самые разные темы находить ответы. И она нуждалась в этом взаимодействии со своими любимцами, с животными, с детьми, с соседями, с нами. Она находила общие темы разговора. И эти разговоры утоляли нашу такую тоже любознательность, нашу потребность, потому что как-то не принято было, ну, как-то не в учебных заведениях, не было дисциплины психологии, этики. И поэтому это мы находили у неё. В этих знаниях мы испытывали острую потребность, потому что художник, он потом и художник, и ищет язык художественный для того, чтобы открыть какие-то истины, зачем он пришёл рисовать. И очень много студентов, которые учились и в художественном училище тогда, и в кинематографии, и в искусствоведы, ещё молодёжь только обучались чему-то. Они могли прийти всегда-навсегда напоить чаем, угостить, что дома есть. Всё, если ты к ней пришёл, она не просто с тобой разговаривает или это, сначала она посадит тебя за стол. Она всё время считала, что мы где-то не доели, или что-то мы не докушали. Как-то набралась смелости, говорю, а почему я должна всегда звонить, что я не могу просто так заскочить? Молодая была студентка, глупая. А она сказала, ну я же должна привести себя в порядок. Понимаете, то есть вот что значит культура воспитания. Человек должен себя подготовить, причесаться, маникюр, платье одеть. Понимаете, то есть она всегда была в таком виде, как будто она вот-вот пойдёт в театр. Она дворянка по происхождению, извините. Она с детства, можно сказать, училась фортепиано и всё, что положено в дворянских семьях. Поэтому, мне кажется, любовь к музыке, к поэзии, к книгам вообще – это неотъемлемая часть воспитания и жизненных интересов. Она любила классику, она любила чистый звук, она знала, композиторов знала, она могла как-то рассуждать на эти темы. Не столь, конечно, так активно, как это делают специалисты, но слушать её было всегда приятно. И слушать с ней музыку было приятно. В самом начале, когда ещё училась в художественном училище, когда меня к ней домой привели и оставили, я удивилась. У неё интерьер, её квартиры – абсолютно крыльевский дом. Там тушки есть, джюк, гальдолюн, шардак натуральный. Потом она вот эти вот тканые вещи любит. И вот это у неё дома, чей. Я даже вот ничего подобного не видела до сих пор. Клавдия Ивановна, в общем-то, при всей своей открытости в научных исследованиях, она была очень закрытым человеком. Видимо, вот это клеймо жены врага народа очень долго на ней сказывалось. Но иногда, когда я делилась какими-то своими неприятностями, Клавдия Ивановна мне рассказывала, что это всё мелочи жизни, то, над чем я переживаю. Гораздо сложнее оказаться в той ситуации, в которой оказался народ в определённый тяжёлый период времени. Клавдия Ивановна тяжело перенесла причину приезда сюда. И образ дальнейшей своей судьбы она пыталась как-то обустроить. Она очень скромна в своих была потребностях. Мальчик, сын Лёнечка, был у неё на руках. И она говорит, я бесконечно благодарна кыргизским женщинам, которые столь открыты, которые столь сочувственны были. И они меня приняли. Они были к ней чрезвычайно внимательны. Они её полюбили. Она говорит, я посвящу всё, что... Не могу. Простите. Она не могла удержать, ей, наверное, необходимость была поделиться. Поделиться с близкими людьми, с кем она уже идёт, идёт по жизни, учит нас. И я, конечно, не могла не задать ей этот вопрос, потому что, ну, как же человек так один, так долго один пребывает в этом мире? Как без близких можно жить? Она рассказала, что он в памяти, и она его никогда не забывает внимательно, что он писал, ей письма регулярные, что он уже ушёл из жизни, а письма продолжали приходить в течение пяти лет, ну, согревая её. Они даже достигали её с трудом, могли дать, могли не дать. Она сидела там в очередях, дожидаясь. Вот. И её они поддерживали, потому что они были живым человеком, написанным и высланным. А его уже не было. Его... Она говорит, боже мой... Письма пять лет перелёживали, а для меня они вот только я, только что читаю. Отношения семейные, которые по какой-то причине не смогли продолжаться и не имели дальше никакого развития, вот. И я думаю, что это тоже сыграло какую-то роль на то, что она переключилась на любовь в другую. Любовь, вот, она всегда нам говорила, что я необыкновенно люблю этих людей, я всё в них люблю. Это... Вы должны их полюбить, вы должны их узнать. Она так полюбила кыргызов, что уже потом, когда её сын вернулся в Москву уже взрослым человеком, она не захотела уехать из Киргизии. Она так полюбила и народ, и страну. Ну, а больше всего, конечно, её исследования, которые она здесь проводила, углубили эту любовь. И она осталась продолжать начатую когда-то работу. Ну, это был человек, который вот все любящие, вот любящие, она абсолютно всё любила. Воздух любила, любила тиргизский джайлоу, любила всё, что есть здесь. Их сказания, их песни. Любила народ, любила землю, любила то, как пекутся хлеба. Всё досконально спрашивала. Вот это её наблюдение за кыргызами пробудило в ней интерес, откуда у этих людей, с которыми она встречалась, столько достоинства, столько мудрости, очень скромные люди. А когда она оказалась у них в гостях, она увидела вот эти рукотворные вещи. Она всё время задавала вопрос, а почему так и не эдак? А что означает этот узор? И мастерицы для неё были, каждый, каждый мастер для неё был, ну, как минимум гением, который творит своими руками это чудо. Её интерес перерос в безграничную любовь. Понимаете, именно с такой любовью можно так досконально изучить вот то, что она затем воплотила в своей монографии. Что касается экспедиции, да, когда в 50-е годы была комплексная археолого-этнографическая экспедиция, московская, совместно с кыргызскими исследователями, то, конечно, в этой экспедиции были и художники, и фотографы, и делали зарисовки. Прекрасная была подготовка проведена, и это длилось не один год. Мне повезло быть в экспедиции, не одной, а двух, по-моему, или трёх, с темой изучения культуры народа, хозяйства, быта, интерьеров, обычаев. Я знаю, что я была в Иссыкульской области, в Лялявской области я была, и мы работали там, собирая материалы, общаясь с мастерами, они нас обучали каким-то технологиям, мы сидели, зарисовывали, все вот эти орнаменты изучали. Ну и после экспедиции, конечно же, нам необходима была Клавдия Иванова. Во-первых, она интересовалась материалом, который мы собрали, что мы собрали, как, если у нас какие-то были вопросы, она нам их рассказывала, говорила. Откуда история этого орнамента, почему он такой, почему он именно такого цвета, почему он здесь или там в другом районе. Конечно же, просто были, общение с ней было неоценимо. Мы тогда были еще молодые, еще не понимали вот всей важности общения с ней. Для нас это было, ну, просто как, допустим, партнер или там преподаватель, который нам рассказывал о том, что мы не знаем. Я в этих экспедициях занималась зарисовками, просьбой зарисовать тот или иной деталь одежды, ту или иную, крой зарисовать, размеры. Все это нужно было владея точным глазом, надо было все это подготовить ей. Вот. И это было и мне самой интересно, потому что, ну вот, она говорит, Куленька, мне нужно бельденчи. Как бельденчи? Мы потому что должны рассмотреть, в итоге рассмотреть все кыргызские варианты кроев. Домотканина, бойлок тонкий, все это годилось для того, чтобы применить в одежде. Одежда ее была особая тема. Вообще, Клавдия Ивановна состояла из всех специальных особых тем. Тема этнографическая, тема филологическая, тема антропологическая. Но она это делала как-то не навязчиво, а сама понимая свою задачу. То есть она сама в себе составляла целый институт. Когда приезжали с экспедиции, с ней, она смотрела наши рисунки и говорила. Допустим, вот здесь вот придай немножко фактуру. Ты должна обязательно показать, что это бархат. Чтобы не отличался бархат от сатина. Чтобы не отличались шелк, нужно передать шелковые или хэбэшные нитки. Нужно передать. Нужно передать вот эту вот каждую мельчайшую петелочку этой вот вышивки. Вот. И мы, конечно же, для нас это было все новое. И ее советы были очень важны. Мы сами, допустим, придумывали как-то, как выходить из этого положения. Придумывали какие-то новые техники, чтобы сделать, чтобы войлок показать войлоком на бумаге. Или там серебряные украшения нужно было передать, чтобы они очень были похожи на серебро. Вот. Чтобы оживали эти вещи, оживали на простой бумаге. И я знаю, сколько раз мы перерисовывали. Я знаю, сколько раз она спокойным, требовательным голосом говорила. Ну нет, ну я не верю вот этому рисунку. Я не верю, что это сделано из этой ткани. Вот нету этой фактуры, которой хотелось бы. Вы ее должны прочувствовать. Она заставляла нас это все прочувствовать. Нельзя было нарисовать просто, как простой листочек. Нужно было передать, и не только, нужно было передать возраст этого изделия. Фактуру, из чего он сделан. Даже руку мастерице нужно было передать. Вот. То, что она от нас требовала. Она не была художником. Но она это настолько правильно все прочувствовала и знала. И могла это передать. И мы со своим, допустим, со своим видением, вот в своей призме, мы это обрабатывали и делали эти рисунки. И были счастливы, когда получали даже от нее вот одобрительный взгляд. Ее интересовало буквально все. Ну, она творила внутри самой себя классификацию тех, значит, предметов, которые она будет изучать. И поэтому у нее очень четко была организована вот эта научная работа. Мы надевали брюки, и это было совершенно естественно. Запрыгнуть в машину, там какие-то сидушки были такие. Вцеплялись в эти... Ну, это не столь было прям заметно и не столь часто. Например, когда грузовик останавливался где-то, что-то можно было перекусить, что-то можно было увидеть, остановку сделать, зарисовать, спросить и дальше ехать. Вот примерно так. Иногда остановки были уже под ночь, и уже темнеет. Ну, не ходить... Ходить куда-то можно было не обязательно. Прямо укладывались там на улице. Ну, я всего в двух была. В таких командировках, где мне понравилось, где горы, где пейзаж, где люди. И хозяйка рассказывала. Ей так интересно было, что кого-то интересует жизнь и быт. И Клавдия Ивановна была таким человеком, которая просто влюблённая была, говорит, она говорит, вот кыргызская культура. Меня, говорит, уже, говорит, Россия не привлекает, я уже здесь свой человек. А кто-то ей задавал вопросы из верхних эшелонов, что надо же как-то замуж выйти, сына поднимать надо. Она... Ну, она, это же личные беседы, об этом же не разговаривают громко. Я говорю, Клавдия Ивановна, и правда, что вот как у кыргыза как-то не принято одинокой оставаться. Она говорит, я тебе тихо скажу, мне так нравятся кыргызы старики. Не пишите никуда. У него, у старика воротка, сюда волосок, сюда растёт волосок, сюда. А русские мужики такие лохматые. Клавдия Ивановна мне уши съела голенько, но нужно тебе там быть. Мы много позже с Биберой потом съездили, я не знаю, Ляляк, Сардалы, ущелье. Она возила группу студентов, как бы летняя практика у них была. И вот целый класс, можно сказать, человек 20, наверное. Она, Бибера, возила, говорит, Кульчихра, давай, становись в строй, поможем, ну, практику провести. Мы туда ездили. А Ляляк её привлекал чем? Я говорю, а что в Ляляляке? Она говорит, там глубокая история. Там есть то, чего уже нигде нет, потеряно. Конечно, эти полевые экспедиционные работы отличались даже от тех, которые позже проводила я. Я проводила их в 70-е, 80-е, 90-е годы, а она проводила их в 50-е, 60-е годы. Поэтому чисто технически они были мало оснащены, только фотоаппарат. Она снимала, я видела, как она снимала. Она готовилась, настраивалась, старалась вот этот вот формат учесть, композицию учесть. И она владела фотоаппаратом, запросто так. Ну, у неё такой деловой стиль, она не делала там художественную или какой-то фотографии, она делала документ, и это необходимо было в её научной деятельности. Потому что детали одежды она потом будет разбирать, анализировать, что да как. Вот. И фотоаппарат для неё был как инструмент научной работы. И она делала прекрасные снимки, не только, скажем, предметов материальной культуры, которые её интересовали, там, ковры, тушки, чаваданы, дюрканы, вышивку и так далее. Но она очень много снимала людей. Не просто в национальных костюмах, но она снимала лица, детей. Она могла снять даже кошку. Я удивилась, ну, кошка-то зачем? Она говорит, да нет, она же мне нет. Но она удивительно взаимодействует с этим ребёнком. А когда я... Он заметил, что я за кошкой отслеживаю, как кошка играет с ребёнком. То ребёнок мне мальчишечка говорит. По-русски не понимает. По-киргизски говорите с кошкой. Мальчишечка так и искала. Она тогда была, ну, просто счастлива, напределена. И чувство юмора у неё было такое запредельное. Она умела шутить, умела разговаривать, радоваться жизни. Замечательный пример такого оптимистического отношения к миру. Тем самым я считаю, что она оставила потрясающие снимки, как бы образ народа, начиная с детей и кончая пожилыми людьми. Долго занимаясь кыргизской культурой, она слова кыргизские уже знала, она понимала. И когда в экспедициях она слушала, она понимала слова. И каял она придумала, она говорит, потому что это музыка, мелодия переводится. И вот она говорит, только каял. Она много ездила, встречалась с мастерицами. Конечно, она хотела бы, чтобы их творчество как-то не только в сёлах развивалось, но и в городе тоже союз художников каким-то образом оказывал должное внимание. И вот, собственно, появление этого каяла, оно во многом тоже связано с Клавдией Ивановной. Она говорит, важно сберечь мастера, передать, говорит, он же уйдёт, он же унесёт это с собой. Она говорит, кыргизское искусство, кыргизская культура, кыргизское творчество просто неостановимо. Оно поднимется, но надо прилагать усилия. Это был 1968 год, когда каял уже открылся. А перед этим подготовка, ну, где-то в течение пяти лет, она говорит, надо организовывать, надо создавать. И она ходила, она так, как коммунистка ходила, могла вот уверенно так стучать и говорить, эта организация нужна. В середине 60-х годов, не только в Кыргызстане, я так думаю, что вообще по всему Советскому Союзу уже настал момент, когда люди начали беспокоиться о судьбе народного творчества. Почему? Потому что, ну, куда бедно, социализм, он уже развивался современными шагами. Заводы, фабрика работали, народ уже, послевоенные поколения уже сытыми стали. Стали появляться типовые дома, типовые одежды, все типовые. А вот это чисто исконно народное, национальное, она была на втором плане. В 1973 году она приглашает меня и говорит, я рекомендовал тебя главным художником объединения народа художественного промыслов Хаял. А Хаял только-только образовался, 2-3 года всего. Мне срочно хорошо меня принял, встретил и говорит, давай, приходи. Это новое объединение, надо народное творчество поднимать. Мне сказали, что ты уже сталкивался с этим материалом, знаешь. 3 сентября пришел главным художником и не знал, что 46 лет отработаю в этом объединении. Она была председателем Художественного совета республиканского и идейным вдохновителем объединения Хаял. В общем-то, с ее руки, с ее подачи был создан Хаял. Но она, можно сказать, как крестная мать была Каяла. Без такой любви и интереса, а самое главное, научной базы образовательной, не каждый может сделать такое исследование. Изложить языком эту красоту не каждому дано. И вот Клавдия Ивановна оставила огромный пласт вот этих исследований для того, чтобы каргызы смогли сохранить это. Да, конечно, все изменяется, новые исследования. Но без вот этого фундамента своеобразного, который оставила Клавдия Ивановна и подтолкнула очень многих мастеров занятию этим делом, обучением детей. Ведь когда мы приходили к ней домой, это была огромнейшая библиотека. Мест не было в квартире, все было в полках, где были материалы. Материалы, которые она зарисовывала, собирала, записывала, фотографировала. Вот она очень щепетельна была к нашим рисункам. Она нам поручала, чтобы мы сделали, допустим, лично мне поручала костюм. Чтобы я нарисовала костюмы, которые были у нее зарисованы, сфотографированы. И она просила, чтобы я наискала художника, который мог бы отразить все, как она чувствовала подачу этого рисунка. Потому что у нее было свое видение. Она очень много работала с разными художниками, и живописцами, и художниками, и графиками работала. А я была художник-прикладникой. Благодаря Клавдии Ивановне написана великолепная монография «Особенности материальной культуры южных киргизов». Мы сейчас можем прикоснуться к тем сокровенным истокам киргизского искусства материального. Но Клавдия Ивановна также стоит у истоков формирования научной части исторического музея. Благодаря ей запасники пополнились богатейшим этнографическим материалом. Познание самого себя, познание общества, познание человека, который в тебе сидит, в соседях твоих сидит. Вот это все было предметом ее забот, ее внимания, ее любознательность, ее объяснение, ее природы действия, поступков человека. Это все ее мир, ее переживания, ее восторг, ее восторг перед культурой. И вот это, конечно, замечательно. Умная женщина, просто пример. Она и суровая, и строгая, и в то же время нежнейшей души человека. Вот эти зарисовки, но чаще всего фотографии, которые она делала в последующем, когда она готовила свою монографию, конечно, она использовала как воспоминания о тех встречах, о той работе, и привлекала художников к своей работе. Мы учились на третьем курсе в 67-м году в Фруненском художественном училище. И Клада Ивановна обратилась к нашему директору с просьбой, чтобы помогли ей нарисовать от руки и многочисленные экспедиционные материалы. Нас познакомили, потом Клада Ивановна нас забрала к себе домой. Она жила в 7-м микрорайоне, дом в двухкомнатной квартире, и одна комната полностью была завалена этими материалами, книгами, альбомами. И мы там с головой уже ушли во все эти изображения. Она же очень большой материал собрала. Вот такой материал может собрать только человек, который действительно любит эту землю, любит этот народ, равнодушно не соберет такое. С ней работали как минимум два художника, которых я знаю. Это Булот Каракеев, хороший художник, и Мусакеев, Темир. И вот я помню, когда мы разговаривали с Темиром Мусакеевым, он мне рассказывал, говорит, Клавдия Ивановна дает фотографию, она же черно-белая, тогда не было цветных фотографий. И он делает зарисовки, она говорит, нет-нет-нет, это не тот цвет. Он четко говорил, нет, Клавдия Ивановна, наверное, это был вот такой цвет. И Клавдия Ивановна соглашалась, и у них такой был замечательный альянс. Они так сработались, они великолепно сделали репродукции с фотографией, что, я не знаю, я когда это увидела, я была потрясена, во-первых, результату совместного труда, во-вторых, мне очень понравились работы Темира, но уж как Клавдия Ивановна была счастлива, я только могу вообразить. Она говорила, я очень хочу написать о киркесской женщине, я просто хочу написать о ней. Видно, одежду не могла полностью выразить, она и так выразила, сколько могла она, Темирбека Мусакеева. Вот эта книга, это результат всего одного года. Он вставал в 6 утра, и уже как штык, она там от себя тоже где-то ему место приготовила, и она контролировала, ей надо было успеть. Она мне задавала задания, давала свои материалы, чтобы попробовал я рисовать. И, увидев мою работу, она была довольна, и вот таким образом мы стали работать. В общем, мы неплохо работали, дружно работали. Конечно, были споры в процессе работы, но работа шла очень хорошо. Задача была не прямо скопировать, понимаете. Например, она антрополог, а антропологические киргизские народы, они разнотипные живут. Вот такое было требование. Не только костюм, а типаж, чтобы типажи были разные. Бывало даже, я вечером, ночью приходил, показываю эту работу. Она звонила, звала, понимаете, что какую работу я выполнил, хочу посмотреть. В любое время, когда заходишь к ней, она постоянно работала. Она без работы никогда не сидела, понимаете. То есть она жила этим. Я считаю, что любое кино, которое творит режиссер со своей командой, художниками, не может обойтись без консультантов, экспертов. Если речь идет о каком-то художественном фильме в сельской местности, то это должны быть знатоки сельской жизни, чтобы правдоподобно осветить тот образ жизни. Если речь идет о какой-то эпохе, то в этой эпохе должен быть соответствующий костюм, а не сегодняшнего дня. И костюм этот должен соответствовать тому региону, в котором происходят события. Клавдия Ивановна, конечно же, была замечательным консультантом многих фильмов. Художники мне рассказывали, что было в истории, это было. Клавдия Ивановна говорит, вот черный вечер, это интересно, это, вероятно, могло быть. Вот сейчас прошли годы, и мы понимаем, сколько мы пропустили, сколько мы могли бы получить от нее. Те, кто работали в Каяле, художники, мы были ее учениками, потому что она покровительствовала нам. Она нам рассказывала и показывала свои рисунки, свои фотографии, зарисовки, рассказывала о своих экспедициях. Если говорить о Клавдии Ивановне, я хочу сказать, что она была основоположник киргизскому искусству здесь, собирателю. Потому что все, что было тогда, это было вокруг нас. Никто этим не занимался. Я думаю, что она тоже, наверное, и не знала, когда приедет сюда, что она этим будет заниматься. Может быть, в какой-то момент что-то переключилось в ее сознании, и когда она увидела эти великолепные узоры, когда увидела быт людей, доброту их, радушие. И когда появилось вот это сердечное взаимопонимание, и пришла любовь к этому рисунку. Что хочу сказать о людях. Я очень рада, что сейчас многие художники, многие дизайнеры, искусствоведы стали собирать. Сознание приходило людей, они понимали, что все это потихонечку утрачивается, что оно уходит. У нас остается очень мало. Если говорить о влиянии, которое оказала Антипина на современное состояние, сохранение традиционного нематериального культурного наследия, я вам хочу сказать, что в этой сфере работают люди, в основном, вот кого я знаю, это ее ученики. Например, Сапара Мамбетова, например, та же Воротникова, Бибера, то есть это люди, которые, Гульчихра, то есть это люди, которые продвигают идею, то есть они печатают, они говорят, они призывают, они пытаются воздействовать на широкие слои населения, каждый в своем, вроде, своими средствами. Мы можем опираться на информацию исследователей, этнографов, особенно вот Клади Ивановна Антипина, и она очень много описывала, писала. Такая большая информация, которая дает и направление дает, и там все учтено, да, вот и региональные особенности, племенные, и она особое внимание подчеркивала именно, из какой племени, какой подход, вот это все, очень большое направление дает именно в нашей работе, которую мы хотим возродить, сохранить и передать. Опираемся на это, я очень благодарна, что она сделала для кыргызской этнографии, для кыргызского традиционного, вот именно сохранения традиционных знаний, это колоссальная, огромная работа, действительно, если бы она этого, эту информацию не собрала бы, такие работы не издала бы, да, не знаю, к чему, ну, она, это фундамент, я получаю огромное удовольствие, хотя это у меня общественная работа, общаться людьми, находить, и вот это быть мостом, я не знаю, это вот, мне кажется, может, это моя миссия в этой жизни. Вот я тоже по-своему как бы иду этим путем, потому что я тоже себя считаю промоутером, я рекламирую, что ли, я продвигаю, я как-то популяризирую, популяризатор я, как бы я стою насмерть за то, чтобы сохранить эту нашу идентичность, и культурную, и потому что это ценно, потому что это, это большая ценность, не только для кыргызов, но и для всего мира, не только кыргызской культуры, я имею в виду вообще, традиционная культура народов, разных, этносов, это ценность. Вот всё, что сейчас есть, всё, что после 68-го года, когда хаял поднялся и начал, с нуля начал, всё сейчас расцвело бурным цветом, потому что стало продуктом выживания, искусство поменялось свои функции, то оно было, согревало семьи, составляло быт, помогало кыргызам осуществляться, чем-то заниматься, то сейчас это принимает новые, новые формы, новые функции. Искусство даже где-то переходит границу, оно может какие-то политические вопросы даже решать. Искусство наше показывает во Франции, показывает в любой другой стране, оно выдерживает уровень. Мне казалось, что я наконец-то вхожу в науку. Наконец-то мне дана возможность, и я стою на правильном пути. И мне стало легче не обращать внимания на меня, которые мучили до последнего времени. Возникло ощущение, что я нашла свой новый дом и место в этой жизни. Я никак не могла пройти мимо той красоты, которую не только встретила в природе, но и в народе. Это выражается в убранстве жилища, заботы о нем. Я обратила внимание на искусство, которое порождено самим народом, и оно не раздельно с самой материальной культурой. Мастер кладывает всю душу в создание той или иной вещи, делает ее интересной, и отсюда вся прелесть народного искусства. Я считаю, что киргизская женщина – создатель орнамента, этого сложного и основного изобразительного средства во всем киргизском народном искусстве. Весь смысл моей жизни заключается в том, чтобы как можно больше сделать для своей этнографической науки. Сейчас нужно много литературы, много сведений о жизни, бытии киргизского народа, бытнических процессах, которые происходят. У меня накопилось много мыслей, очень много записей. Безумно хочется все свое время, все остатки своих дней посвятить этой работе. Обобщенный материал историк-этнографического характера крайне необходим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...